Рабочие поездки по 139-му мажоритарному округу продолжаются. В этот раз команда Александра Пресмана посетила три района – Великомихайловский, Фрунцевский и Роздинянский. И главной целью этой поездки стала подписка социально незащищенных групп населения, то есть ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам-ветеранам, воинам-интернационалистам к их районным газетам. Особое внимание уделяется всегда социальной стиле. Мы знаем, что в Роздинянском районе проживает достаточно большое количество воинов-интернационалистов. Это крепкая команда, команда крепких людей, людей, повидавших уже в своем возрасте достаточно много. Проживают ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики. И следуя тем добрым начинаниям Александра Семеновича, который он начал еще в 2010 году работать с этими социальными группами, мы уже традиционно организовываем подписку для этих людей на вашу районную газету. Таких достойных и уважаемых людей у нас 302 человека в Роздинянском районе. На самом деле их наверняка больше, но те, кто требует особого отношения, 302. Таким образом он поддержал наше издание районное, которое действительно у нас на страницах очень часто. Тема социальной защиты определенной категории населения, она, скорее всего, не сходит со страниц. Хочу передать вам вот эти квитанции на подписку 55 ветеранов и воинов-интернационалистов на вашу бюджету. Спасибо большое. Передайте Александру Семеновичу от нас, от коллектива редакции. Огромное спасибо, потому что очень важно, чтобы люди знали новости, которые происходят в районе. В современных условиях полугодичная подписка не такое уж и дешевое приобретение, особенно для тех бабушек и дедушек, которые имеют минимальную пенсию. А народный депутат, который постоянно поддерживает этих людей, решил дать им возможность узнавать о последних новостях из районных газет. Мы, естественно, выписываем газету, потому что из них узнаем жизнь района, какие события предстоят, какие планы планируются в районе, встречи с народным депутатом, с областными депутатами. То есть непосредственно жизнь района. Особое спасибо Александру Семеновичу Пресману, народному депутату, что он не забывает наш фрунзовский район. И особое спасибо, что он не забывает нашу районную организацию ветеранов, особенно инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, вдов погибших и простых пенсионеров. Он знает их нужды, откликается на любую просьбу, на любой запрос. Понимаете, человек неравнодушен к жизни пенсионера. А вы прекрасно знаете, что такое существовать, допустим, на минимальную пенсию. Оформили подписку и бабушки Зои, которая была очень рада нашей съемочной группе. В этом году Седовласая, ветеран Великой Отечественной войны, празднует свое 90-летие. Она с удовольствием рассказала нам о добрых делах, сотворенных Александром Семеновичем. Он много помогает. Газеты даже те же он нам всегда выписывает. Материальную помощь оказывает деньгами, подарками. Вот было нам одеяло ватное, хорошее, теплое подарил. На 9 мая всегда она помогает, чтобы нас привезли, кто еще может, на площадь, чтобы мы увидели людей своих всех, услышали о жизни района, вспомнили ветеранов наших. И, конечно же, такого рода акции – это серьезный взнос в дело местной четвертой власти, так как местные газеты и выживают только за счет своих подписчиков и меценатских вложений. Александр Семенович уже другая помогает нам с предплатой в плане того, что выписывает газеты о пільговой категорії ветеранам-амганцям, воинам-амганцям, ветеранам Великой Вечественной войны, вдовам. И вот этот раз, снова-таки, на полчаса, Александр Семенович подставил свое плече допомоги, предплатил 55 экземплярів. Это, конечно, добавить нам, додать нам нашу накладу, трошки увеличить тираж, и это очень приятно, потому что это допомога. Но, перед тем, людям, которые на это заслуговывают, своими жизнями, своей працей, ну и, конечно, нам. Вот уже второй год поспіль Александр Семенович ставится до нас величезной турботой и повагой, он не забывает про районные газеты, потому что это не только добрые дела и подписка нашей районной газеты для таких категорій людей, которые этого особо потребуют. А это и допомога саме конкретно нашей редакции, потому что это была и замена векна, это и ремонт водогону нашого, поэтому мы хотим щиро поддякувать ему за такие добрые намеры и за то, что он нас не забывает, несмотря на то, что уже давно позаду та компанія перед выборчей, и слава богу, что он уже снова народный депутат. Мы надеемся, что и надалее ця співпрация и поддержка, она будет суттєвою, потому что эти дела должны продолжаться, они находят поддержку, отгуки в сердцах наших читателей, поэтому мы очень рады, что наша семья читательская поповнилась еще на близко 200 родин. Это для нас очень суттєва поддержка, очень важная. Мы хотим побожать ему и надалее залишаться такой же чуйной, добрым, сердцем, щирой человеком. Хай Господь ему помогает в усех его добрых делах, и районная газета всегда открыта, и сердце наше, и наша душа всегда открыта для співпрации с Александром Семеновичем. Дякую. По дороге на празднование Дня работников самоуправления нашу съемочную группу встретил местный житель, который хотел передать Александру Семеновичу благодарность за подлатанные дороги. Недавно был завершен ямочный ремонт дороги Фрунзовка-Павловка, и Николай уже имеет возможность работать и заниматься перевозкой продуктов. В каждый день, три раза в день. Сейчас подремонтировали, спасибо Александру Семеновичу за его помощь, помог. Ямы засыпаны, и можно работать. Мы понимаем, что это временно засыпано, но... На зиму хватит, да? Не только на зиму. К тому же наша съемочная группа побывала и на торжественном мероприятии по случаю Дня работников самоуправления. Александр Пресман, как народный депутат Украины, неоднократно помогал людям этой профессии. Александр Пресман, как народный депутат Украины, Александр Семенович Пресман. Но, может быть, не было бы завершено ремонты фельсовских пунктов и лекарственных амбулаторий. Не красовала бы все автобусная запутка в селе Россиянка и Альтанка в селе Гойничево. Не в такой возможности проведены ремонты школ, клубов, огорожки, кладовищ, ремонты и строительства каплишек, частковые ямки, ремонты дороги, придбаны насосы, долгопильные башни и многое другое. Мы всегда благодарны Александру Семеновичу за его добрые дела, за увагу к наших детей, за работу про ветеранин войны и работы и готовы на дальнейшем работать для покращения жизни нашей громады. Осенью 2014 года врачи Раздельнянской районной больницы обратились к Александру Семеновичу за помощью. В местном родильном отделении не было аппарата, который просто необходим детям, преждевременно рожденным с патологией легких. Врачи очень боялись, что из-за нехватки этого аппарата могут пострадать и новорожденные детки. Незамедлительно СИПАП был приобретен. И вот в декабре беременная женщина из Великой Михайловки поступила в районную больницу с преждевременными родами на 35-й неделе. При этом женщина, к сожалению, уже прежде теряла четверых нерожденных деток. Родился ребенок с атоликтазом левого легкого, одного из легких. То есть с признаками дыхательной недостаточностью и на уровне ЦРБ была оказана неотложная помощь. Благодаря той аппаратуре, которая сейчас находится и на работе наших тоже нанотологов. Я очень прошу это подчеркнуть, потому что все-таки от умения, знания и постановки диагноза зависит жизнь человека. Ребенок в удовлетворительном состоянии сутки находился у нас. И потом вызвана из центра неотложной помощи, нанотологической помощи, вызвана бригада, которая опять-таки в стабильном состоянии забрала его. Трое суток он еще находился там на аппарате СИПАП без ИВЛ. И у нас, и у них, что считается метод более щадящим в плане реанимации новорожденного. Сейчас ребенок уже пятые сутки без аппарата. Я так знаю, что уже на сегодняшние сутки он должен быть переведен в патологию с мамой, то есть на совместное пребывание. И, в общем-то, я считаю, что это где-то наша первая победа. Скажите, пожалуйста, мальчик, девочка? Мальчик, 2 килограмма 350 грамм, крестили здесь, назвали Владиславом. Вот, в общем-то, мы поддерживаем с Александром Семеновичем связь. В общем-то, я ему сообщил о том, что вот где-то это его жизнь, ну, в смысле, доброе дело. Благодаря профессиональному неанатологу Али Лизагуб и прибору, подаренному Александром Семеновичем, маленький гражданин Владислав получил возможность познать этот мир. И, наверное, спасенная жизнь – это и есть главная благодарность за дела, которые совершаются под лозунгом «Творю добро». Продолжение следует...